С Вашего разрешения Семерка 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 Вот эта иерархия Ману, она родилась как Ману в эту неделю. Понимаете, сама Заяц, да, родилась как раз в этом Ману. И вот она и дала эти знания. И она это объясняет, и она это озвучивает, и говорит нам. И мы теперь через нее можем понимать, что там за предвечность такая. Спасибо большое. Комментарии Эдуард Майер, школа Т. Асуфи, город Санкт-Петербург. Я хотел бы вернуться к станции первой и начать с того, что, как здесь уже говорилось на Конгрессе, когда мы говорим о первой станции, первой шлака, то это просто три аспекта абсолютности. Пространство, намек на то, что она дремала, говорит о том, что она была... Да, что она действовала. То есть, значит, пространство, дыхание великое, еще раз в семье вечностей, а это продолжительность или намек на время. И пространство в данном случае еще выступает как материя. Для меня пространство и материя, они неотдельны. Мы нельзя представить пространство от материи и материи без пространства. Это единый в трех аспектах своих. Спасибо. Атрибуты, да. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотела чуть вот такой комментарий. Еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Давайте поговорим по поводу семи вечностей этого цикла. Что имеет в виду Елена Петровна? О чем здесь разговор? Куда направляет из этого единого плана духовный форм, из этой абсолютности, в семь вечностей, в семь покровов? Эти покровы сконцентрированы в молопрокрите, которое есть как упадки или основа, как проводник каждому феномену. Значит, всем есть прообразов, которые потом будут проявлены. Еще раз дремала в продолжении семи вечностей. А дреме в семи вечности у кого есть какие комментарии? Все дело в том, что в отличие от очень многих философов, обладающих абстрактным мышлением и многогранностью сознания, у меня проявлен очень трезвый ум. Поэтому я эту проблему свела к числовой символике. И в данном случае присоединяюсь к высказыванию «И о ничто» и «О числе трех». Все дело в том, что согласно буддийской философии и древних учений, речь идет о первоначальной великой пустоте. И вот, решая проблемы пространства и времени, мы должны разобраться в физическом плане, что такое великая пустота, которая, в общем-то, по переводам санскритских словарей означает физический вакуум. То есть это не та самая пустота, которая означает ничто, а это все-таки по-настоящему материальное. И если где-то что-то исчезает, то, согласно переводам древних текстов, оно никуда не пропадает, оно не растворяется, оно не становится ничто, а оно появляется в том самом чистом пространстве, которое все-таки является физическим вакуумом, и там занимает свое место. Это я говорю как подтверждение своего трезвого ума. В отношении числовой символики я совершенно согласна, что величайшее открытие физиков и математиков о изображении ноля. Ноль. А дальше все идет плюс-минус единица и доходит до десятки. Начиная с числа трех. Это к вам, Эдуард, потому что мне ваше высказывание оказалось очень близким. Потому что, в общем-то, согласно учению Кала-Чакры, число три является основополагающим. Если мы число три умножим на три, то есть три в кубе, мы получим число девять. Число девять является самым главным числом для выражения нашей Вселенной. И не только нашей Вселенной. Потому что, если мы раскрываем по текстам с помощью ключей, которые надо разгадать и которые надо расшифровать, и тогда мы имеем ясную и четкую картину создания только нашей галактики под названием Млечный Путь. Помимо нашей галактики Млечный Путь есть множество других галактик. И вот это космическое многообразие, которое укладывается, согласно учению Кала-Чакры, в три тысячи Вселенных, то есть речь идет о циклах. Циклах не только пространства, но и циклах времени. Я не буду вас утомлять, поскольку я специально занималась проблемой пространства и времени. И, в общем-то, это очень индивидуальное решение каждого исследователя, потому что он имеет право на свою точку зрения. Но если говорить серьезно, то оно совпадает с теорией относительности величайшего физика Эйнштейна. Хотя в настоящее время уже произошли определенные изменения. И теория относительности уже подверглась критике, потому что помимо этой теории относительности открыты Эйнштейном, хотя, в общем-то, он просто использовал то, что было открыто французскими физиками. Но из-за того, что они ушли в мир иной, то он довел теорию относительности до конца. И она вошла в историю физики как теория относительности Эйнштейна. И сейчас уже в связи с тем, что учение Калачакры получило развитие в глобальном масштабе, речь идет о пересмотре этой теории относительности. Это я говорю не для того, чтобы вас утомить чрезвычайными проблемами науки, а просто подойти к тому, что Лена Петровна Блаватская занималась исследованием и описанием тайной доктрины очень давно. А наука и развитие нашей космической, да, планетарной системы, она не стоит на месте, а подвергается развитию. И что будет дальше, это нужно решать уже немножко в другом плане, учитывая современные новые открытия. Благодарю вас. Спасибо большое, Елена Санжевна. Наше время подходит к концу. Я бы хотела еще три минуты вашего внимания. Пожалуйста, можно презентацию? Вы, наверное, уже знаете, что наш конгресс и некоторые проекты, которые вошли в этот конгресс, поддерживаются фондом поддержки и развития теософии. Я бы хотела три минуты, чтобы рассказать об этом. Фонд поддержки и развития теософии, следующий слайд, это содействие развитию социально значимой просвидетельской деятельности, духовно-нравственному просвещению общества, формированию и утверждения единой системы духовной ценности, основанной на идеях и принципах теософии. Есть такой у нас логотип, это кедровая шишка, в структуре которой проявленная форма спирали. Она ассоциируется с великой производительной и творческой космической силой. Изображение спирали в форме кедровой шишки является одним из глубочайших символов Вселенной. Алгоритм спирали лежит в самом фундаменте мироздания. В задачи фонда входит поддержка программы проектов в области разных науки, образования, культуры. Но самое главное, что это те научные и образовательные организации, которые базируются на фундаментальных идеях и принципах теософии. Следующий слайд. В нашей задаче стоят в первую очередь проекты, которые мы считаем очень значительными. мы ждем предложений от теософов, от организаций, которым нужна поддержка в реализации проектов. Международный теософский конгресс, который посвящен, вы знаете, годовщине теософскому обществу и 130-летию со дня выхода в свет тайной доктрины. итогом этого конгресса мы можем сейчас уже сказать о том, что будет издан журнал со всеми научными разработками, которые были представлены в течение двух дней. Следующий это один из проектов фонда. Конкурс, который мы объявляли и который шел не только по нашей стране и в других регионах Российской Федерации и в других странах мира это еще один проект нашего конгресса, который вы сможете поддержать. Следующий проект, который размещен на сайте фонда, это воздвижение памятника Елены Петровны Блаватской. Эскиз этого памятника это работа молодого художницы Санкт-Петербурга Александра Сулеймановой. Она уже представлена на выставке и мы считаем, что когда на этот проект фонд получит достаточное финансирование, мы реализуем его, что на территории России будет возведен памятник нашей великой соотечественнице. Еще один проект из проекта фонда представленных на сайте это издание книги Калачакра Тантры второй том, который уже подходит к концу этот перевод и фонд взял на себя это обязательство вернее эту даже почетную миссию финансировать этот проект чтобы он вышел в жизни, чтобы он был реализован. Следующий слайд. Фонд Теософия. Вы можете перечислить средства на любой из этих проектов, ознакомиться с задачами, с целями на сайте фонда это фонд софия.ру вы сможете поддержать фонд в рубрике проекты, в рубрике как стать партнером, как стать волонтером, приглашаем вас всех для сотрудничества. Спасибо большое за внимание. О семи вечностях. Мы знаем, что Вселенная построена законом, вернее познается в диалектике законом аналогии. Это тот универсальный закон, по которому мы можем познать как-то умозрительно, что там устроено, куда наш ум добраться не может. И вот этот закон значит аналогии мы можем применить. Смотрите, число единица, в котором все сокрыто, он себя проявит уже в числе семь. Число семь это есть проявление какого-то какого-то явления, нумена, который есть единица. Если мы говорим об абсолюте, о начале рождения как о единице, о первом плане, скажем, да, план, то седьмой план будет проявлением того, что сокрыто в первом. И если мы с вами изучим седьмой план, как он устроен, а седьмой план это наш физический, то мы можем понять умозрительно, как-то значит промыслить, что может существовать на первом плане, где план абсолютности, каким методом, а таким методом, что мы ко всем явлениям, которые мы можем наблюдать на седьмом плане, мы можем подставить частицу не. Если значит есть семь состояний материи на седьмом плане, твердое, плотное, жидкое, воздух, еще там эфиры какие-то, то значит на первом плане вот эта семеричность, семь вечностей, семь покровов как-то присутствует, но частичечку не мы к ним подставили, что они нематериальные. И также можно сказать о сознании. То сознание человека, которое существует на седьмом плане здесь, это наше актуальное сознание. Если мы его понимаем, и если мы сможем абстрактно понять об абсолютности, вот тут говорят, что Елена Петровна говорит абсолют, но в то же время она потом какие-то аспекты абсолютности выявляет, три там допустим или четыре. Вот это такие ключи, которые можно использовать для какого-то понимания того, чего мы не можем увидеть. Вот такая ремарка, говоря не о материи, а о пластической сущности материи, о духовной сущности, она и есть пластическая сущность, свабхават, это та самая субстанция слиятия вместе, когда еще не было материи. Предкосмическая материя ее называют, но это и есть пластическая сущность материи или духовная ее составляющая. Так вот семерка или этих семь вечностей состоит из трех высших и четырех номинальных и четырех составляющих феномена. Потому что четвертая всегда форма. Если мы говорим о семи, вот как только мы в пространстве своего сознания или где бы то ни было можем поставить точку, мы можем предполагать в этой точке сразу троих. Точки не будет, если будет один, два, ноль, точка появляется в пространстве только тогда, когда появляется третий, он сливается вместе. Все, вместе слитая это точка. Как только мы можем иметь возможность протищертить любой луч в любом его, в любой его траектории, это семь. Почему? Потому что точка явленная тремя, она имеет движение формы в четвертом состоянии, три плюс четыре есть семь. Вот такой закон. Точка это три, луч это семь. Смотрите, как интересно, если мы три прибавим семь, это будет десять. И тогда мы придем к тому, кто сейчас говорил по поводу десятки, что в сфере и будет это первое проявление этого луча. Он семеричен, но это десять, потому что третья духовная составляющая этой субстанции пластической сущности материи сокрыта. Семь вечности. Спасибо. Вот, собственно, об этой сущности я и пытался сказать. Вот эту сущность мы в себе как бы или себя с этой сущностью должны отождествить. Вот говорят, что надо полюбить самого себя, а это полюбить вот эту сущность. Сущность субстанции самой, той будущей материи. Вот эту сущность мы должны в себе раскрыть. А эта сущность и состоит из того первого, но этот первый будущий свет, почему его называют матерью дремлющей, предвечной, вот дремота это будущность света излучаться будет дремотой. Вот эта дремота, понимаете, это такое состояние необычное пограничное, которое нет, но которое дает какой-то переход перед вечностью. Вот это-то. Спасибо большое. У меня есть такая просьба к Велине Санжеевне. Находясь в первой станции, первой шлаке, предвечная матерь, рождающая, вечно невидимая, в своих покровах еще раз дремала в продолжении семи вечности. А священные тибетские тексты, калачакры, тантры, что говорят об этом. Спасибо.